здравствуйте друзья у нас сегодня среда 4 января и сегодня запустилась производство на это называет название гигафакторе гигафакторе не будем переводить такой сверхзавод можно сказать в штате невада компании tesla они построили но можно сказать пустыне такой не то чтобы там рядом не было ничего живого это не совсем так рядом находится город рина пишется как рено р-и-н-о рина рина в принципе известен был как такое местечко где в казино можно поиграть есть невада штат невада и там разрешены в этот бизнес разрешен и соответственно из лас-вегас такой хорошо известный и он туда как-то ближе в сторону лос-анджелес туда а есть вот рина от рина до горного озера тахо который очень популярна среди жителей калифорнии там как такой горнолыжный курорт там и там вообще хорошо вот а ты от тахо до рина там рукой подать в общем вот там неподалеку построилась большой завод и то что сегодня открылся значит начал работать он пока построился только на треть то есть там еще две трети впереди к по моему 2000 году они должны закончить 2020 году они должны закончить но вот сейчас они по графику вышли и это очень для теслы ну можно сказать необычно немножко то есть если нужно было доказать что это компания которая может работать как бы масштабно потому что они раньше так делали по чуть-чуть по чуть-чуть вот и план то у них вообще на всю страну перевернуть может быть там весь мир пойти они хотят я боюсь соврать вам полмиллиона автомобилей в год делать ближайшее там время и для этого нужны были батарейки ну как аккумулятор аккумулятор для автомобиля когда вы посмотрите на теслу вот у нее основа вот такой толщины то есть аккумулятор и почему они начали строить завод который делает аккумуляторы потому что существующие ныне производители батареек аккумулятор не в состоянии удовлетворить их масштабы этого первого во вторых цена высокая батареи и от 2016 года вот с введением этой этой фабрики этого завода в строй значит они надеются вдвое снизить цену киловатта электроэнергии в батарейке где-то там с 200 долларов до до 100 долларов там когда киловатт час поэтому им нужно было строить свое хозяйство и в общем то никто из ныне производящих так по чуть-чуть или скажем так наращивающих производства электромобилей производителей а сейчас многие чуть ли там не не почти все пытаются это делать так вот то есть двигаются в этом направлении так скажем никто из них не в состоянии поднять такую такой завод который бы обеспечивал их аккумуляторами и вот в данном случае тесла совершил такой ну рисковый шаг можно сказать с точки зрения особенно там инвесторов акционеров там и так далее но тем не менее вот пошли сегодня значит по конвейеру пошли сегодня батареечки это создает какое-то количество рабочих мест в штате невада городе рина пока не безумно много там может быть они считают что где-то максимально это может дорасти до 10000 рабочих мест где-нибудь 2020 году сейчас там помощи в чек 700 работает непосредственно вот в цехах ну и плюс там сопутствующие всякие работы тоже тоже присутствует вот такая такая вот история они там еще в этом все делают в партнершипе с компанией panasonic по моему я могу ошибаться и в сегодняшнем блумберге я читаю онлайн его версию естественно и вот там я даже не знаю если у них бумажная цель так вот в блумберге потрясающая фотография желтенький проезжаем как выглядит этот самый завод со стороны там как-то они так с высоты и в общем то все это умещается в кадр и очень масштабно и так знаете такие не горы горы а так такая холмистая местность и вообще ничего вот вот как бы даже не степь степи там хотя бы там не знаю травка растет вот кустарник какой-то здесь вообще ничего нет вот такая голая ободранная выжженная то все выжженное там очень жарко и сухо в общем вот они там построили это хозяйство такая вот интересная новость я почему рассказываю потому что у нас на канале есть какое-то количество энтузиастов теслы во всяком случае все время как там увидит тесла ведь ой вон там тесла проехала или там говорят сходите на завод тесла здесь есть сборочный завод там раньше тойота была потом тойота уехала и тесла себе забрала их помещение во фримонте тут нет недалеко тут может быть там полчаса езды и вот они значит там делают но там нет экскурсии таких чтобы вот знаете походить поснимать точнее можно пойти на экскурсию снимать нельзя поэтому я подумал лучают поедут туда если снимать нельзя какой смысл вот так что энтузиастам теслы и как бы сказать людям интересующимся прорывными технологиями у нас трансляция недавно была и там человек вопрос задавал играть но что вот практически вот после интернета и там смартфонов или там вообще селфонов вот не было технологических прорывов никаких нет ничего себе говорю я а как же не все что технологии вокруг там миниатюризации там микроэлектроники нет вот и вот есть такие тоже тоже большой прорыв то есть то насколько подешевели аккумуляторы за последние годы это просто революционно и то что творится сейчас солнечной энергии вот пишут что буквально еще чуть-чуть и солнечная энергия будет дешевле чем энергия из каменного угля добываемая сейчас это самая дешевая энергия энергия так вот солнечный будет дешевле чем этого это уже такая такая революции такой перевороты такие последствия невероятные в экологическом плане облегчение ситуации там с климатом и так далее очень здорово давайте я вам покажу дорогу дождик пошел всю ночь дождик шел и когда вот такая паспортная погода я могу камеру крутить в любую сторону хочу вперед хочу на себя а когда солнышко я бы сейчас только вперед мог показывать иначе послепила так что вот друзья тоже наша калифорнийская компания можно сказать из кремниевой долины и в другом направлении прорывается что тоже очень здорово и очень важно счастливо и